А ну молчи, когда с тобой дети разговаривают! Всё, выбесило меня! Быстро в угол! И будешь стоять, пока не поймёшь, что выше двойки только одни неудачники получают! Короче говоря, я в параллельной вселенной! Это была суббота, 24 октября. Эх, сколько там уже? 12 дня! Как же я не люблю выходные! Спать до обеда приходится! Скорей бы понедельник! Я встал со своей уютной кроватки. Как же она мне нравится! Тёплая, мягкая и удобная! А раньше говорят, на больших кроватях с матрасами спали! Неадекватные какие-то! Я поднялся по лестнице, зашёл в дом. Так, мамы в комнате нет. Ну всё понятно, сейчас поймаю её с поличным. Я аккуратно снял ботинки, медленно подкрался к своей комнате. Ну так и знал! Мама сидела за компом и играла в Кейс Гоу. Мам, ты почему не в школе? Опять в игры рубишься! Ой, сынок, я только съела! Только села она! А ну-ка быстро взяла портфель и бегом в школу! Мама грустно встала с кресла, собрала портфель, вышла в подъезд. В детдом тебя сдам или в армию пойдёшь? Будет знать, как в школу опаздывать! Эх, вот мамы пошли! Меня в её время из школы было за уши не оттащить! Вставал в 6 утра, кушал вкусную пустую кашку на воде, тащил на себе тяжеленный рюкзак, довольный под дождём с грозой шёл в школу. Эх, времена были! Романтика! Я зашёл в свою комнату, посмотрел на комп, на нём была загружена Кейс Гоу. Вот и что мама в этой контре нашла? Отстой же, полнейший! Ладно, попробую поиграть 5 минут. Так, чего тут надо покупать? Да ну, фигня полнейшая! Как в неё вообще люди часами играть могут? Сколько там уже? Что? 4 часа? Это я полдня проиграл! Вот дурацкое устройство! На металл тебя сдам! Думая об этом, я услышал звуки из коридора. Блин, мама уже пришла! Надо срочно комп выключить! Не дай бог спалит, что я в контру играл! Только я вырубил комп, как в комнату зашла мама. Сынок, а ты что это здесь на полу делаешь? Ааа, да я это, поспать прилёг. Устал чего-то за день. Странно, ты же в поле заспишься, я тебя специально там расстелила. Я не знал, что ответить маме, но неожиданно меня спас телефонный звонок. Стой, мам, мне звонят! Алло! Добрый день, это чёрный риэлтор Геннадий. Вы оставляли заявку у нас на сайте ябудубомжом.ру Ну да, оставлял. Поздравляем, вы выиграли новенькую трёхкомнатную квартиру. Наш агент уже выехал к вам для оформления. Офигеть, это просто супер новость! Не могу ждать, надо срочно поделиться с мамой. Мам, ну ты чего сидишь-то? Собирайся, мы переезжаем в новую квартиру. Мама очень обрадовалась, стала подробно расспрашивать о новом доме. Всё потом, мам, сейчас риэлтор приедет и всё расскажет. Во, а вот и он, походу. Я открыл дверь. В коридор сразу вошёл какой-то мужчина. Он был очень дорого и стильно одет. Особенно по обуви было видно, что он нереально богат. Добрый день, счастливчик! Вы выиграем новую квартиру! Да, спасибо, я знаю. А когда можно её посмотреть? Квартира полностью бесплатная. Вы платите только за оформление документов. Подпишите здесь. Риэлтор дал мне какие-то бумаги. Кредит на пять лет. Да вы что? Кто же документы читает? Подписывайте. Ой, и правда, чего это я? Сынок, может быть, всё-таки стоит прочитать договор? Да ты что, мам, посмотри. Кристально честный же человек, сразу видно. Я подписал договор, отдал его риэлтору. Он сразу стал уходить. Стойте, а как же квартира? Да тут недалеко. Там это, сам съедешь, посмотришь. Крутой мужик, занятой. Сразу видно честный человек. На таких вся страна держится. Я вернулся домой. Закрыл дверь. Сынок, ну что, когда пойдём в квартиру смотреть? Ой, мам, потом. Документы всё равно на руках. Лучше покажи-ка мне свой дневничок. Чего застыло? Дневник давай. Мама нехотя протянула мне дневник. Так, посмотрим. Чего? Ты серьёзно? Семь пятёрок? За один день? Ну там лёгкие предметы были. Я не выдержал. Стал объяснять маме, что я думаю о ней и о школе. Ты же всегда мечтала кассивом в пятёрочке стать. Ну или листовки раздавать. А с такими оценками что из тебя вырастет? Банкир? Доктор наук? Ну сынок, я... А ну молчи, когда с тобой дети разговаривают. Всё, выпесила меня. Быстро в угол. И будешь стоять, пока не поймёшь, что выше двойки только те неудачники получают. А я пока прогуляюсь схожу. Заодно мусор из помойки принесу. А то уже совсем есть нечего. Я оделся, обулся, вышел на улицу. Ох, дел сегодня полно наделал. Поспал до обеда. Маму в угол поставил. Ещё и квартиру выиграл. Кайф! Погода ещё классная. Уже неделю льёт дождь, а завтра вообще ураган передавали. Думая об этом, я дошёл до помойки. Возле баков стояла табличка. Блин, подстава. Мама меня домой без мусора не пустит. Опять чаи гоняют. Совсем работать не хотят. Я обошёл помойку. Тук-тук, можно спросить? Чё надо? Не видишь, у нас перерыв. Ого, чё это вы читать стали? Образованными хотите стать? А, да не, Пётр он это, ни одна буквы не знает. Так сидит, картинки смотрит. А я английский учу. А зачем он вам? Для саморазвития. Выучу язык и в Америку лечу. Буду там загорать под пальмами и пить мохито. Найду себе там американку и буду жить пропивающе за её счёт. Зинка тебе найдёт. Да шучу я. Помечтать уже нельзя. Ладно, дядь бомж, у вас мусор свежий? Обижаешь, как всегда, высший сорт. 200 баксов хватит? Чего? Да таких цен уже нет. Три сотки гони. Я расплатился в бомжо. Взял мусор, пошёл в сторону дома. Вот бомж-спекулянт. По-любому берёт его за три копейки, а продаёт уже по 300 баксов. Сталина на тебя не хватает. Не успел я зайти в подъезд, как сзади услышал голос. Молодой человек, а что это у вас в мешке? А, ну это, я, у меня там... Контрабандой мусором занимаетесь? Документы ваши, будьте добры. Вот, держите. Хм, у вас тут печати не все. Что, подделкой занимаетесь? Ой, извините, забыл. О, вот это другое дело. Счастливого пути. Хороший полицейский документы проверил и отпустил. Сразу видно, правильный мужик. Я поднялся по лестнице, зашёл в дом. Мама всё ещё стояла в углу. Блин, совсем забыл про неё. Так, мам, ты всё осознала? Больше пятёрки получать не будешь? Ладно, выходи из-за угла. Мама довольная пошла в свою комнату. Стала учиться играть на гитаре. И зачем ей это? Хотя, может, популярной певицей станет. Будет в переходах петь за еду. Так, а чем бы мне заняться? Я сделал зарядку, поиграл с собакой, классно поговорил с другом по телефону. И больше мне никогда не звони, козёл. О, классная идея в голову пришла. Необычная такая. Пойду погуляю. Я оделся. Пошёл по своему району. Через пять минут увидел знакомых ребят. О, привет, ворюги. А погнали ко мне книжки почитаем. А то мне одному скучно. Так ты это, в библиотеку сходи. Там все найдёшь компанию. Да не очень предложение, пацан. Поинтересный есть чё? Пацан, так у тебя ж комп крутой. Погнали порубимся. Да вы чего, ребят? В компьютер играть только зрение портить. Да и я его бомжам отдать обещал за бутылку. Ну и чё? Тогда вообще у тебя делать нечего. Я стал убеждать гопников пойти ко мне домой. Они ни в какую не соглашались. Наконец мне в голову пришёл гениальный план. О, граждане воры. А у меня же мама шеф-повар в элитном ресторане. Как раз картошечку пюре приготовила с отбивной. Пальчики оближешь. Так ты чё молчал? Моя же матушка тоже в столовке работает. Масой, погнали. Мы с гопниками направились в сторону дома. Я был на седьмом небе от счастья. Ну конечно пришлось немного приврать про то, что мама повар. Ну а как бы я ещё заманил их к себе домой. Ничего, надеюсь мама не подведёт. У входа в квартиру Сява спросил. Мам, а вы чё это? Дверь не закрываете? Да конечно, специально для воров отставляем открытую. А то работа у ребят сложная, нужно помогать. Мы зашли в комнату, расселись по местам, начали культурно отдыхать. Ну вот, хоть нормальные друзей давно привёл. Ой, простите ради бога. Да ладно, я полы раз в год мою. Чем больше микробов и грязи, тем полезнее. Да, хозяйственная у меня мама. Ребят, вы развлекаетесь, а я сейчас. Я пошёл на кухню. Мама как раз чего-то готовила. Мам, а сделай, пожалуйста, свою фирменную пюрешку с отбивной. Гостей хочу побаловать. Конечно, сынок, сейчас забабахаю. Я вернулся обратно в комнату. Всё, пацаны, сейчас будет пушка. Такой картошки вы никогда не ели. Через пять минут всё уже было готово. Угощайтесь, ребят. Ух ты, вот это пюре. И вот оно правильно. Конечно, не зря у неё три класса образования. Или её из третьего выгнали. Не помню уже. И тут произошло то, что мы никак не ожидали. В комнату залетела разъярённая мама. В руках её был пистолет. А ну-ка быстро все свалили отсюда. А я играть сяду. Мам, ты что, опусти ствол. Видишь, как ребята напугались. Мы быстро покинули квартиру. Я попрощался с гопниками и грустно побрёл по городу. Пипец, кого там принесло поздно ночью? А, ладно. Мама дома, сама откроет. Это ограбление. Только не стреляйте. Так, дамочки. Где-то у вас сейф. Тащи сумку побольше. Вы бы хоть заранее звонили. Я бы всё приготовила и в подъезд составила. Да не успели, мадам. Сегодня перед вами две квартиры. И после ещё три. Обмах есть? Вот, последняя. От сердца отрываю. Ох, не бережёте вы себя. Да уже неделю спина болит. И в отпуск пойти не могу. Кто врывать-то будет? Тоже верно. Будьте в наших краях заходить. И мы порядочным людям всегда рады. Сынок. На что его что обрабили? А ты спишь, как убитый? Хоть бы посмотрел, сходил, пока люди работают. Ну а что же вором станешь? Да не, мам, у меня новая мечта. Охранником в пятёрочку пойду. О, чего захотел. Мечтать не вредно. Ты целыми днями за книжками сидишь, уроки свои делаешь. Ну мам, я... И не манка, чтобы сейчас же сел за комп и в контру пару каток сыграл. Позорище. Контра, контра. Достали эти игры. Может мне правда учиться нравится. Тем более на карантине. Ладно, хоть выспался на своей новой кроватке. Я включил комп. Загрузил кейс гоу. Кстати, ребят, а вы тоже любите играть в контру? Если да, то поставьте лайк. Посмотрим сколько нас. Блин, что-то как-то неудобно. А, совсем забыл. Во, совсем другое дело. А ну-ка все к папочке, бегом. Хе-хе-хе-хе-хе. Я играл 5 минут. 10 минут. 15 минут. Кайф, всего 30 раз убили. Ну я профессионал. Ну вот и закон труси ел. Одно удовольствие смотреть. А я тебе покушать принесла. И вкусно, и для здоровья полезно. Достал со своим правильным питанием. Каждый день одно и то же. Ненавижу его. Одно хоть в жизни радует. Мне мама вот этот стул подарила. За три двойки в четверти. Хе-хе. Сынок, ты поел? Эээ, ну да, практически. Вкусно как было. Спасибо, мам. Тогда сейчас пойду грязь развезу и вещи на пол покидаю. А потом в нарды играть будем. Мало ли меня посадят. Все в жизни пригодится. Мам, ты у меня такая хозяйственная. Все уже чисто. Пойдем в нарды играть. Пойдем. Убираться я, конечно, очень люблю, но поиграть можно. Мы сели на диван. Так, сынок, это Зары. Это твой дом, а это мой дом. Может выпасть куш. Мам, а где ты научилась играть в нарды? И все эти названия знаешь. Это же игра для заключенных. Ты что, сидела? Не будем вырошить прошлое. Давай кидай кости. Ну ты, мам, конечно, крутая. Я и не думал даже. Слушай, давай-ка на помойку сходи. Купи еды и телевизор мой заодно выкинь. Хорошо, мам. Надоели мне эти сериалы. Столько времени на них трачу. Я оделся. Вышел из дома. Зачем его выкидывать? Лучше соседям продам. Или на модный лук поменяю. Во, хороший обмен состоялся. И сладкий, и вирусы убивает. Я дошел до мусорных баков. Свежий хлеб есть у вас? У меня все свежее. Завоз каждый день. Это хорошо. Карты можно расплатиться? На телефон переводи. Ладно. Все, пошла. Я довольный с покупками пошел домой. Мам, ты что, бомжа ограбила? Сынок, ничего ты не понимаешь. Это модный лук. Мне идет? Очень, но чего-то не хватает. Вот, теперь идеально. Я зашел в свою комнату. Так, чем бы заняться? Сынок, может прокатимся? Давай, только иди переоденься в одежду мамы. Окей. Мама, ты права взяла? А где я их возьму? Мне еще пять лет назад на экзамене завалили. А если нас полиция остановит? Не переживай. Разрулим. Мы вышли на улицу. Пошли к машине. Мам, я тебе говорил, что это плохая затея. Подожди, сейчас договорюсь. Ого, мама уже с полицейским идет. Даже бумага не пригодилась. Сынок, садись за руль, товарищ полицейский с нами поедет. Ничего себе. А чего так можно было? Крутая у меня мама. Мы сели в машину. Водить ты умеешь? Ну так, в теории. Не ссы. Давай за руль. Сейчас экзамен сдашь сразу и права получишь. Что, прям сразу? Ну а что тянуть-то? Ехать вперед. Так там же дерево. О, я не заметил. Я пристегнулся. Сдал назад. Мы поехали. Мы катались пять минут, десять минут, пятнадцать минут. Мам, мне уже надоело рулить. Чего с полицейским делать будем? Давай его выкинем. Мы вышли из машины. Начали вытаскивать полицейского. Аккуратнее, мам, чтобы не разбудить. Мы довольны и вернулись домой. Мама пошла к себе в комнату пачкать обои шваброй. Ну а я сел читать любимую книжку, пока мама не видит. Слышь ты, курица, куда капитана дело? Его последний раз с тобой видели. Я ничего не знаю. Я дома была. На обочину никого не выкидывала. Как я здесь оказался? Ничего не помню. Пришельцы, походу, опять забирали. Ну а пока полицейский ничего не понимает, у вас есть время поставить лайк и подписаться на канал. Ведь наши ролики регулярно выходят каждые три дня. Пока!